Сегодня уже всем стало понятно, что те военные действия, которые идут сейчас на Украине, требуют такого количества материальных ресурсов, какого у западных держав физически нет. Ни в одной из ведущих стран Запада, США, Великобритания, Франция, Германия, нет полноценного производства бронетанковой техники, способного серийно выпускать новые образцы вооружений. Те же танки, к примеру, последних 30 лет вообще считались ненужными, потому что для борьбы с моджахедами было достаточно универсальных джипов Хамви или легких броневичков Стайкер. В этом основная физическая причина того, что Украина на сегодняшний день не получила ни одного танка западного образца. Их там просто нет. Примерно по 200 штук Леопардов-2, Челленджеров и Леклерков приходится на германские, британские и французские сухопутные войска. В США танков Абрамс, конечно, побольше. Однако и они либо стоят уже 40 лет на действительной службе в войсках и особых бронетанковых резервов для снабжения Украины там нет, либо это старые корпуса длительного хранения, которые еще только предстоит вновь сделать танками. Правда, на Украину поставляются системы крупнокалиберной артиллерии западных образцов. 22 июня в Киеве было торжественно объявлено о прибытии первых экземпляров самоходных гаубиц ПЗ-2000 немецкой конструкции. Однако по причине все той же общей нехватки тяжелых вооружений в западных странах артиллерийские системы для Киева приходится собирать буквально с миру по нитке. На сегодняшний день в ВСУ поступили из стран НАТО гаубицы калибра 155 мм шести разных типов. При этом никакой ремонтной базы и подготовленного технического персонала для квалифицированного ремонта этой импортной техники на Украине нет. Командование ВСУ пребывает в ужасе от такого многообразия западных подарков, которые выходят из строя быстрее, чем прибывают новые партии. Еще более злую шутку, пресловутый конец истории сыграл с поставкой на Украину западных образцов вооружений более легкого типа, в основном противотанковых гранатометов. Самым знаменитым из них стал американский ПТРК «Джавелин». Сегодня можно уже уверенно констатировать, что этот разрекламированный девайс оказался крайне малоэффективным в условиях украинской войны. Случилось так потому, что «Джавелин» изобретался людьми, понятия не имевшими о борьбе с массированными атаками вражеских танков. За 30 лет они с таким не сталкивались. Судя по тому, что у них получилось, они представляли эту борьбу примерно так. Солдаты с «Джавелинами» будут безопасно сидеть в своих бункерах и окопах и спокойно обстреливать, как в тире, русские танки. Бегать не надо, сиди себе и нажимай кнопки. Однако сидеть «Сиднем» в окопах у бойцов ВСУ не получилось совсем. В последнее время их все чаще спасают от противника собственные ноги. А при быстром беге желательно быть налегке, иначе далеко не убежишь. И тут выяснилось, что хваленый «Джавелин» для таких упражнений плохо подходит. Эта бандура весит почти 18 килограммов, и далеко с ней не убежишь. Вот и приходится солдатикам избавляться от такого вооружения в ближайших кустах, чтобы дальше бежать налегке. Этим объясняется, в частности, тот факт, что «Джавелины» и почти такие же громоздкие британские ПТРК «Энлав» оказались едва ли не самыми массовыми трофеями ВС Российской Федерации и ЛДНР. Российские военнослужащие отмечают, что военнослужащие ВСУ стали все чаще при отступлении бросать завезенные западными странами американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и «Энлав» шведского производства из-за их громоздкости, пишет один из телеграм-каналов. Ничего случайного в трудностях Запада с поставками на Украину современных вооружений, тем более адекватных идущей войне, конечно, нет. Запад по полной программе расплачивается за свое историческое верхоглядство и нежелание трезво оценивать международные перспективы. Нет никакого конца истории. А вот конец американского мирового господства просматривается. К новому раунду мировой схватки за место под солнцем Запад, мягко говоря, не вполне готов.